Здравствуйте, Николай! Я занималась на вашем курсе «Как запоминать стоимость слов в час?» Вопрос на данный момент выучил полторы тысячи слов существительных, но запуталась. Как часто повторять эти выученные слова и последующие еще глаголы и прилагательные? Уже целая коробка карточки «Как струклировать качественный повтор?» Может, я что-то упустил в лекции? Действительно, вы упустили в лекции то, что вы достаете эти карточки, разбрасываете, как я говорил, по принципу 5 больше 10, то есть довели до максимальной скорости повторения, разбрасываете в две колоды, условно говоря. В первую то, что вы моментально перевели, во вторую, это так называемый экзамен, во вторую то, что у вас медленнее воспроизвелось, то есть на долю секунды рука, скажем так, сама решила откинуть другую пачечку. У меня есть ученики, которые западали по 5, по 7, по 10 тысяч слов, и через год, не повторяя ни разу эти слова, не используя язык, доставали все эти карточки и примерно за час раскидывали их в две колоды, и еще вторую колоду успевали повторить. За час-полтора 5-7 тысяч слов. Это нормальный словарный запас для того, чтобы не просто на языке говорить, для того, чтобы на нем учиться, преподавать и так далее, и так далее, и так далее. За час правильный. Поэтому полторы тысячи слов я бы повторил, если бы это был... Если бы я все правильно сделал, у меня бы заняло повторение минут этак 12-15 от силы. То есть 100 слов легко раскидать в две колоды за минуту не составило бы никакого труда. Даже, может быть, их бы 150-200, если бы они были в виде компьютерной программы или в виде списка. Хотя отмечать слова было бы, наверное, дольше, чем раскидывать карточки. Да, наверное, я бы преврал. Со списком я бы с такой скоростью не сделал. Но если бы я не нарушил вот этого алгоритма, то у меня не было бы забытых слов в принципе. Тогда я бы повторил их действительно минут за 12. Все полторы тысячи. В шестом уроке подробно про это рассказано. Специально сделаны видео лекции. Они не такие длинные, как мое обычное объяснение. Поэтому их можно много раз просмотреть. А если вы их не хотите просмотреть много раз, вы можете прочитать в тексте. Там специально структурно написан текст. И не так, как сказано в лекции. На всякий случай, если кто-то что-то не понял. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok